есть немножечко у меня информации про команду team id совсем немного они нам сообщили но игроки когда услышали вот три месяца назад они где-то услышали про турнир blitz cup и сразу же собрались сразу же нашли готовится у них очень дружелюбная атмосфера и многие шутят о том что победить победить в игре в world tanks blitz можно только расслабившись и настроившись на позитив я с этим с ними согласен и тортик это ты наверное догадываешься что так надо побеждать в рейтинге я вот честно спрашиваем русские команды периодически типа ребята вот как у вас настроение когда вы играете и все говорят но мы стараемся быть дружелюбными милыми вот это все потом они выкладывают тс очки и избежать напряжения когда ты хочешь победить когда для тебя действительно важен исход боя ну такое это реально сложно ну действительно сложно и мне кажется что те кто говорят ну главное чтобы все было миленько чтобы мы дружили друг с другом и не ругались это немножко все-таки как сказать лукавят немного игроки то есть главная победа и периодически ну этот гнет это давление внутреннее она ну все-таки видно это очевидно мне кажется на таком уровне игры я просто скажу что не согласен ну конечно режиссер со мной не согласен ты со мной не согласен никто но и немного фактики про команду вторую из финала нижней сетки клв остала виста это клан из японских игроков различных кланов они собрались в один для того чтобы выступать и чтобы победить они сказали что готовы на все вот эти наверное ближе к тебе да ну наверное да хорошо капитан команды саруза играет в blitz с января 2015 года и вот собрал этот коллектив под знаменами команды хлв клана хлв одноименный клан в общем-то желаем обоим коллективом удачи никнеймы у всех прикольные но great white а great white поговорим перед гранд-финалом у них отдельная своя история очень много информации о себе в свою очередь рассказали ребята это прикольно это классно команды готовы первая карта виноградники и я думаю что мы можем поехали второй матч на виноградники сначала потом сразу удачи коллективом госэтап тортик два иса четвертых два т-22 средних три т-110 е5 у команды тим айди на карте виноградники фв-215b два иса четвертых кран ван две штучки и 2 викер слайд у ха стала виста то что команды берут кран ван в свои сетапы это однозначное доказательство того что кран очень даже играбелен from abyss на викерсе через центр карты проехал и засветил четыре танка соперника точка б захватывается команды красных но это точка б захватывается не первыми а вторыми . . команды из синего угла ринга это . а и она захвачена первыми по превосходству они лидируют два иса четвертых прикатываются сюда от команды красных тим айди очень прекрасный никнейм я его никогда не смог прочитать и наверное сегодня не прочитать не прочитаю правильно плоре алика возможно это так читается лани сегодня мы увидим его еще но об этом чуть позже выстрел получает как раз таки ланина си четвертом вместе со вторым сам четвертом они слишком агрессивно отыгрывают но еще и самое главное захватывает команда красных точку c в городе средний танк захват ее это я напомню пик команды тим айди эта карта и они лидируют по превосходству за счет двух точек вот сейчас эти очки превосходства перетикают в сторону команды красных хорошо получает по себе blue planet от радиоэктива на и пятом и если четвертый здесь в низинке находится есть прикрытие от компона на т22 среднем врыв от кранванов это не то что любят в общем-то кранваны погорит сейчас ириота на своем кранване и у команды красных два иса четвертых служат такой прямо приманкой для своих соперников и вроде бы как эту цель эту миссию они выполняют боссорты заагрился на них здесь два и пятых линк вместе с лдсом на и пятых готовы прикрывать своих иса в четвертых но пока что эти если четвертый разменивают себя на одного по сорта на если четвертом он также приехал под мостик они откатываются к нему кормой для того чтобы не получать лбом от кранванов которые разряжаются прямо как раз таки по ним 77 10 уже в кд риота имеет три снаряда но если четвертый вроде как засевились риота самого взрывают те самые два иса четвертых отлично сыграна помощь от команды красных отлично и тим айди выходят вперед по фрагам 2-0 но теряют компона на т-22 среднем также скорее всего потерять лани на и с четвертом врыв от гаема на 215 б пошел вместе с линк нам они будут его убивать и там из 4 готов прикрывать если что также этого enjoy соло который уже закончился отлично сыграна оба коллектива вот сейчас отлично стреляют и 3-3 счет и все непонятно чем закончится по превосходству кстати команда красных решила отыграть точку бы перезахватывает нет . синих . бы за команды синий вот сейчас лдс-1 становится на эту точку расстреливает его очень очень много по очков прочности он теряет и решает ворваться вниз для того чтобы убить своего соперника но не успевает этого сделать отличный фокус от саруза и его сокоманников но также теряется и фром эбис и линк в ангаре и 45 команда синих переворачивает эту катку свою пользу но по превосходству они проигрывают гаема точно заберут blue planet не пробивает blue planet сам пробивается и у гаема есть шанс для того чтобы забрать его соперника нужно просто пробить и со четвертого носа руза закрывает и тараном забирает отлично сыграно 1 из 4 остается по превосходству все круто у него у него три точки это колобана в прямом эфире то ладно тысяча хорош вау да уж ребята явно подготовили эту карту здорово здорово ребята разыгрались даже преимущество в два танка было конечно много у са 4 при любых обстоятельствах здорово сыграно да молодцы 4000 урона викерс здесь сделал очень очень много это прям прям вау хорошо начала ну хорошее начало для для финала нижней сетки для фин они не то что вот по фокусу они оба коллектива играли очень очень ровно но по превосходству одна из команд прям переиграла своих соперников и это очень круто многие многие игроки не любят превосходство за счет того что можно победить таким способом но в общем-то его встречном бою можно победить захватом базы да такое бывает но конечно гораздо реже все-таки простоять сто секунд одному там двоим на базе но за такое конечно не в рандоме неестественно в турнирах мы такого не увидим даже в рейтингах такого не бывает очень редко бывает это круто что команды учатся контролировать всю карту и именно вот этот макро контроль он решает и сейчас мы это видели здорово сыграна команда тима и дима и поздравления диноль но у нас и в верхней сетке до четырех побед ослабляться не стоит тем более это был пик команды тима иди сейчас будет пик команды хэлф это форт карта будет как только мы готовы ее посмотреть то сразу можно ее в общем-то включать хэлф проигрывали тоже играет вайт и у них есть опыт в общем-то и игра против тима иди была во вчерашнем игровом дне поэтому оба коллектива знают друг друга не понаслышке и готовы если что удивлять надеюсь что удивлять а потому что я слышал господа аналитики сказали нам что некоторые бои некоторые карты повторяются а тактики при этом не меняются в снг обычно меняют потому что знать что за их боями следят все соперники но возможно у азиатов все по-другому у них и так есть чем побеждать и как побеждать просто стрелять получше чем в предыдущем бою следующая карта форт мы это знаем мы там а теперь зрители тоже знают всем огромный привет нашим зрителям тортик то что нужно команда перед розовый камуфляр 77 10 на из 4 есть у него еще два таких же друга три мауса прекрасно я считаю т-22 средний у тима иди эти ребята ведут хотя мы думали что 3 со четвертых кран ван маус т-22 средний и в з-113 у хлв надо ребятам отыгрываться это их карта посмотрим что они подготовили на ней а почему почему ты думал что будет побеждать потому что они потому что они выиграли да вчера они обыграли ну счет это такое счет может быть любым сегодня один завтра другой победить сильнейший так точно итак смотрим бой пока что ни один из танков с обоих коррективов не заехал ни на одну из точек гаем на т-22 ки засветил своего соперника также на т-22 ки саруза опять же капитан команды хлв в чем задумка давайте думать задумка думать команды синих на эту карту пока что я не вижу я вижу как компон спокойно заехал на точку c есть у него прикрытие и у саруза могут быть проблемы если он сюда приедет но он не собирается сюда выезжать . ц захвачена команды красных хлв я пока не понимаю в чем задумка они отдали . c вообще без боя они не захватили точку b они не взяли . а включил супер точность кранван риота и выдает свои выстрелы по радиоэктиву на маусе здесь три целых мауса которые не могут разъехаться далеко друг от друга вот сейчас один из мауса поехал налево а здесь лани вместе с радиоэктивом как будто во взводе они играют blue planet их расстреливают у саруза огромные проблемы я сейчас вижу по миникарте что происходит у команды синих все отлично по хп но по позициям все плохо опять же у команды синих enjoy solo на маусе вот сейчас все меняется команда синих перетянула свои средние танки подальше и ринула вперед свои тяжелые танки поближе лари алика на маусе воюет против enjoy solo link пока что не помогает lds пока что не помогает но enjoy здесь наверное справится и один а вот если по нему никто не стреляет все правильно маус не под фокусом у команды у обоих коллективов здесь два мауса просто едут по центру они раскусили радиоэктива на пол хп а дальше забили команда синих буасорты пытается уехать от своих соперников блогу асорты уезжает и это неплохо сыграно на другом фланге риота воюют вместе с enjoy solo вместе с from abyss они решили контратаковать на lds а у и со четвертого команды красных не хватает очков прочности радиоэктива нужно забирать у него всего 6 хп и команда синих должна выходить вперед но теряет enjoy solo это счет 1 1 по фрагам по хп все ровненько мы это видим саруза расстреливает своих соперников саруза должен забирать и делает это lds а что дальше а дальше нужно как-то прикрыть своих двух тяжелых танков 113 вместе с кранваном убивают здесь линца но и сами находятся в окружении риота отдает свой последний скорее всего снаряд сам горит и кто же заберет его скорее всего маус должен забирать или линд или линд нужно кому-то забрать риоту до сих пор никто не забирает посмотрите они вдвоем да все таки линд забирают но и риота также отправляется в ангар от фром эбиса компон в ангаре 24 в пользу команды синих вот это неплохая каточка по превосходству все хорошо у команды красных счет уже 4 4 но выходит вперед все таки команда синих был шотный танк команды красных и тот самый взвод нет не взвод маусов лани с тем самым маусом который я так и не научился быстро проговаривать пори алика остается совсем один против команды синих пик карты очень решает 1-1 передаю большой привет чату передаю огромный привет модератором которые сейчас помогают нашим игрокам разобраться где авторизоваться где смотреть чтобы получить награды еще раз проговорю дорогие друзья обязательно идите на портал авторизовывайтесь там и смотрите финал blitz cup и же для того чтобы получить за это награды 11 это классный счет видно что команды готовятся к своим картам у них есть заготовочки они реализовывают все четенько и по плану ну и сару за капитан команды в который раз наносит очень много урона это стоит я думаю отметить ну и прекрасные аватарки наших коллектив а какую аватарку отдел ты артур на своем аккаунте на ру сервере в этом мы поговорим когда будет стрим ру сервер хорошо дорогие друзья еще одна ремарочка у таймерах не бойтесь если они вдруг не тикают такое возможно это не страшно портал все равно знает сколько вы смотрите поэтому не нервничайте наслаждайтесь крутыми катками все награды обязательно придут и все время обязательно учтется так точно и смотрите нас очень внимательно потому что иногда тут какие-то анонсы проскакивают против словаков между матчами и между матчем которым сейчас смотрим и гранд-финалом тоже будет кое-что интересное которым о чем уже аня проспорили но там там будет заглянула заглянула я в чат и там люди пишут свои никнеймы и свои серверы ребята мы сегодня не разыгрываем ничего между кроме как наград на портале там очень крутые награды смотрите нас на портале ссылочка в описании к этому стриму если вы смотрите на ю тубе следующая карта горячие пески и это пик команды хлв снова пик команды хлв счет 11 и хв сейчас должны брать эту катку свою пользу но и тима иди тоже захочет уже видели горячие пески как играла команда хэллоэй тима иди мы пока не видим на этом стриме возможно это было вчера но я очень надеюсь что хэллоэй будет играть другую тактику удачи 23 сочетвертых маус т-110 е5 и 2 вз 113 у команды тим айди 2 сочетвертых 2 кранвана 2 мауса и викер слайд у команды хлв так точно плюс 150 практически хп за команды красных тима иди не их пик но их тактика я уверен также очень очень хороша команда хлв едет ближе к точке а у них есть один легкий танк который поехал в поле на точку c но он пока не захватывает эту точку есть засвет по команде красных и засвет под четырем танком команды красных и это отличная информация для команды хлв для того чтобы здесь не слишком агрессивничать потому что можно нарваться на контратаку но они они знают все лучше чем я и они захватывают точку а едет сюда компон едет сюда гаем и линк на сто тринадцатых не часто мы видим сто тринадцатых но здесь видим точка а захвачена команды хлв опять же у них есть своя тактика у них и они придерживаются from abyss на викерсе сейчас не берет точку c он помогает расстреливать своих соперников с дистанции и здесь три танка команды красных не смогут вкатить для вкатить на точку а и перекушать тех кто находится на этой точке а если будут делать это втроем но похоже что они делают это не втроем и по миникарте это видим справа находятся еще тяжелые танки команды красных и здесь они пытаются да вот двух сторон захватить своих соперников в клечи blue planet вместе с басорты будут скорее всего умирать от команды синих но сами синие отыгрывают преимущество по хп и выходят вперед на полторы тысячи уже на 2000 это очень очень много enjoy solo сейчас делают то что нужно на маусе он просто закрывает вражеском маусу дорогу и сам пытается сагрить на себя но ребята из команды красных не ведутся на этой забирают было сорта они проигрывают по хп но лидирует по фрагам уже 20 отличная вкатка от команды красных заканчивается двумя фрагами точка а перезахватывается на точке b также находится один танк тяжелый танк команды красных пока мы его не видим лани отправляется в ангар возможно да это именно он и был на точке б в ангаре ушел в ангар из четвертой команды красных но теряется компон и это уже 2-2 по хп теперь команда красных видирует минус от линкта на саруза на кранване и from abys туда вкатывать опасненько он это понимает и пока что не вкатывает но линк выкатывается и будет выдавать тычку но не попадает по фрэм эбису похоже что он пытается уехать викирс легкий танк но все-таки у него это получается и без очков прочности он уезжает линкс пошел под фокус от команды синих 3-2 пока что за командой тим айди энджой соло на маусе захватил точку а и пока что оттуда не уезжает 3-3 счет линк в ангаре все хорошо у команды тим айди по хп и все хорошо обоих летим по фрагам отличный выстрел от х л в делает выходит их команду вперед по фрагам но опять же по очкам прочности мы видим шотного мауса его нужно добирать пока что никто не добирает энджоя на маусе на точке а плор и четвертый должен его будет забрать да вот он этот фраг тот самый 4-4 и команда красных лидировала по хп очень много но теперь уже счет сравнялся и по хп и по фрагам по превосходству все круто у команды синих лдс вот так вот стоять на маусе это очень опасно потому что расстреливать будут со всех сторон именно он пошел под фокус команде красных здесь тащится нужно забрать легкий танк или забрать кранвана они выбрали кранвана именно его лдс пошел под фокус плорая лика на и все четвертом пытается помочь своему маусу у него это вроде как получится шотный викирс сейчас не может помочь своему сопи своим союзникам вот выстрел есть отличный и все-таки еще карио то живет и возможно заберет лдс а нет лдс забирать его соперника два в два остаются ребята но 77 10 должен забирать нужно просто давать пробитие только лишь дать пробития по маусу лдс вытанковывает шот отлично сыграно нужно еще жить шотный где-то катается викирс а здесь 77 10 убивает что-то вылетает просто хорош from и без на мужика влетает и забирает и сам сервиса как круто сервиса от порой лики очень много активных действий от этого игрока и его все-таки нужно нужно проговаривать это уже точно не тащится здесь команда хэлв побеждает очень напряженная карта правильно ли я напомню что тоже эта карта такие команды хэлв подсказывают что команда всем известная узких очень узких кругах стронг тим тоже играет именно эту тактику тоже дерется на то еще помнишь какую так 5100 урона на 77 10 на маусе отлично сыграны и 5 фрагов просто по щелка как орешки я долго живу я долго стреляю 77 10 мой номер телефона звоните пишите эсэмэски в азию можно и туда рады приветствовать всех наших зрителей дорогие друзья очень напряженно ну напряженно конечно может быть не так как игра 2 игроки но очень интересно смотреть за командами потому что они в принципе друг другу равны и напряженные матчи и нельзя сказать кто победит тактики довольно интересные сетапы классические у нас 21 в пользу команды хэлв и у них две катки которые они взяли они взяли на своих картах которые пикали это действительно решает но сейчас будет пик команды great white и это будет зимняя малиновка вот так вот с горячих песков great white в гранд-финале great white в гранд-финале так точно а конечно же тим айди это просто очень большой много внимания линия я тоже согласна себе показали и хорошее хорошее впечатление очень круто ребята играли но мы их сегодня еще увидим возможно победителями а возможно а серебряными призерами ниже чем второе место они уже не смогут при всем желании спуститься хочу еще раз напомнить дорогие друзья много вопросов в чате о том где мои награды за вчерашний стрим не переживайте награды за вчерашний стрим и сегодняшний начнут приходить сегодня после 19 00 мска они будут долетать постепенно со временем не мгновенно придут поэтому ожидайте пожалуйста сегодня после 7 вечера если вдруг вам всем вечера не пришли ключи не надо писать центр поддержки нужно все-таки немного подождать вас много ключей много они будут приходить постепенно в течение вот каких кого-то ближайшего времени все верно тортик рассказывает смотрите нас на портале не обращайте внимание как идет счетчик или не идет просто смотрите и потом вам придет обязательно награда никому никого не обделим так скажем ну и про компенсацию уже тортик говорила несколько раз да дорогие друзья те кто вчера пытался авторизоваться на портале у кого-то получилось но возможно не получилось там посмотреть комфортно стрим всех кто авторизовался и кого мы нашли то что мы можем найти по нашей системе только тех кто все-таки прошел авторизацию зашел на трансляцию всем людям мы подарим дополнительно два ключа за доставленные неудобства вот можно будет открыть еще два сундучка но это будет на следующей неделе да это будет да чуть позже пенсацию нужно обсчитать найти всех и всем все подарить все верно так точно зимняя малиновка карта это пик команды тим айди и сейчас тим айди нужно камбэкать они взяли первую карту ту которую пикали и потом где проиграли нужно у нас до 4 побед если сейчас будет проигрыш то это очень очень плохо для коллектива тим айди тим айди господи три мауса т110 е5 две штучки и 2вз 113 что мы видим у а стала vista из 4 два мауса 2 т110 1 2 т10 е5 и 2 т22 среднем полегче немножко да очень тяжелый стапу команды красных но опять же это кама это пик этого коллектива поэтому у них точно есть заготовка есть тактика которую они придерживаются и это два 113 летящих просто на мельницу мы их видим на точку c они пока что не заезжают у ассорта на си 4 прокатывается через нездинку и команды синих будет преимущество по превосходству за счет первой захваченной точки а это сюда средний захватывает и и капитан команды хлв сару за при приносит своему коллективу преимущество по превосходству . c захватывается команды красных только лишь сейчас на точку b пока что от коллективы не отправили ни один танк но там если что есть лани на маусе готовы если что вкатить на эту точку b или отстрелять если кто-то будет на нее приезжать мы видим что пока никто не спешит из команды синих приближаться к точке b но на точке c все хорошо у коллектива из красного угла ринга титим айди здесь захватили точку c как сейчас будут выпутываться из ситуации когда они проигрывают по превосходству будем смотреть радиоэктив если что прикрывает дальше всех пока от своих союзников но нет быстрых средних и легких танков у команды красных возможно это ошибочка а может быть наоборот будет преимущество за счет количества прочности лани пока не спешит укатывать на точку b тем более 7710 без засвета перемещается ближе опять же к точке b и 4 здесь пытается расстрелять флор и алику снова он снова я его полюбляю уже и тим айди просто едет вперед своими маусами немного немного сжимают свои клещи 7710 куда же ты братан куда ты поехал там там очень много стволов у команды красных вот сейчас они все расстреливают именно этот маус 7710 пошел под фокус но команда синих полетела вперед хэлвэ лидируя по превосходству решили поехать вперед такое я видел только на снг все бои проходили не по этому сценарию а вот теперь и 5 полетели вперед и маус отвлек на себя внимание они шабычка ли это уже 3000 хп за командой красных тим айдишники лидируют по хп нужно делать фраги from abyss здесь навел шороху и from abyss вроде бы как еще и выживает он откатывается назад и что все таки шотный успевает уехать саруза приехал теперь кошмарить по второму кругу т-22 средний наводят здесь очень хороший шорох риота делает минус на гаим и команда красных проигрывает по хп и проигрывать по фрагам но лидирует по хп blue plane откатывает на и пятом забил на два танка соперника . п захвачена команды синих у них огромное преимущество по превосходству нужно теперь не потерять свои фраги но теряются теряются и риота и плэнет сейчас справиться в ангар но линк также также в ангаре это счет 3-1 в пользу команды хлв у них много шот их минус blue planet и минус должен быть нам 77 10 пока что мы его не видим а здесь два танка команды красных пытаются развалить саруза и третий также им помогает радиоэктив выдает свой выстрел но выдает его без урона к сожалению для команды красных счет 3-3 по хп все круто по фрагам все круто где-то погиб еще и маус 77 10 тот самый который на центре вкатывал не знаю возможно это была решающая ошибочка и вот сейчас команды немного отодвигаются друг от друга есть по четыре танка с каждой из сторонного преимущество по превосходству огромное у команды синих и команда красных забирается руза отличный фраг от паре алики воу воу и он дальше едет вперед он практически фуловый есть хп у команды красных есть хп у команды синих но не так уж и много есть преимущество по превосходству возможно за счет превосходства команда синих сейчас может победить но сделать это будет очень очень сложно enjoy соло должен пожить и также должен пожить буасорты буасорты вроде бы как уезжает а вот enjoy соло точно закончится лани кстати сейчас может закрыть но нет лани закрывает и забирает enjoy соло в свою копилочку счет 5-3 нужно забирать фраги прямо сейчас очень-очень быстро вроде бы как успевают это делать им айди по ассорту нужно пожить но нет сожалению один т22 средний остается кстати один т22 средний против двух маусов и он у него есть одна точка на этой одной точке тоже мало да ему не хватит ну досматриваем это это у стратегическую сейчас стоялова ну даже стреляют стреляют ребята по т22 видят они его сейчас конечно кончат тортик у тебя что-то случилось нет все все в порядке все в порядке ну я немного до расстроилась все-таки эти два мауса на точке б понимаешь 22 счет хорошо отлично искала сыграна тима иди успели они вкатить как я соображаю не знаю зачем вкатывали хлв они лидировали по превосходству у них более быстрый сетап то есть вкатывать им сложнее но они решили это их решение и как мне кажется ошибочная но посмотрим что же скажут аналитики после того как матч завершится может быть я там что-то еще и пропустил почему вкатывали хлв для меня вопрос без ответ смотри они стояли на точке бед двумя маусами они в итоге взят ну они разместили эти два мауса так чтобы передавать разведку по полю чуть-чуть ближе собственно к городу стел второй маус они взяли собственно точку когда пошла вкатка на мельнице и дальше ну вот понятно что на мельнице в общем-то решил решилась судьба по стрельбе но эти два мауса конечно были абсолютно бесполезны ну иногда маусы очень полезны как в пазы прошлом бою иногда вот как в этом бою не слишком скажем так в любом случае 22 222 и это только подтверждает то что у нас очень сильные коллективы и самое главное достойные друг друга да как мне кажется команда хэлвэ она вот немного медленно принимает решение то есть довольно медленные сетапы и они как-то медленно хэлвэ сейчас был очень тяжелый сетап а хэлвэ все ты сбил мою мысль заканчивайте уже мою мысль на тебя резать я думал стрим мысль упущена расходимся следующая карта ньюбэй нам подсказывают и это пик команды хэлвэ хэлвэшники проиграв этот бой в любом случае на хорошем настроении выходят в свою карту и посмотрим как будет отыгрывать ньюбэй три ой из четырех оба Т110Е5 три штучки у команды Тим Айди у команды хэлвэ мы видим три иса четырех господи как много иса в четвертых их пять штучек и два мауса у хэлвэ это прекрасный тяжеленный сетап на эту полу городскую полу мостовую карту уже куда они денут этих иса четвертых всяк ну вот куда на точку а вот они летят сейчас на точку а как мы видим на иса четвертых из команды красных а вот иса четвертой команды синих уже захватывают нет они не захватывают воу где-то я это уже видел где-то я видел эту тактику они летят вперед но всех их засветил засветил радио эксиф скорее всего или маус лдс вот такая вот заготовочка вот команды синих пока что не слишком зашла потому что есть инфа у команды красных где находятся ребята точку б вот сейчас только захватывает команда синих точку c также ребята захватили возможно они думали что будет кто-то на точке c поэтому быстро туда поехали но никого не нашли зато нашли эту точку и теперь все круто будет по превосходству у команды синих как вкатывать стоят надо стоять как вкатывать команде красных я здесь пока не представляю есть маусы есть куча иса в четвертых у ребят из х лв вкатить такую араву будет очень очень сложно но и такая же арава есть хп и брони есть у команды красных тим айди вкатывать проблема в том что для тим айди проблема что вкатывать в нашей игре намного сложнее когда в приемке вот такие вот тяжи enjoy вместе 77 10 здесь не пропустят точно танки команды соперников здесь три танка команды красных и два мауса сдержат эту гоп-компанию очень очень простенько лдс пока что расстреливается в мир против from ebis а и from ebis поехал вперед и опять опять командах лв лидируя по превосходству едут вперед более агрессивно они отыгрывают мне так кажется уже показывают по мини карте компон где нужно активничать сейчас команде синих но здесь где бы они не активничали могут быть проблемы при вкатке потому что вкатывать такое количество прочности очень-очень сложно не повторяю не устаю это повторять ланина если четвертом все пытаются танковать от бортов танкуем бортами но нужно вкатывать и вот сейчас включил компон динамическую защиту включил супер форсаж и вкатка пошла на маусов на маусов вкатывать это такое себе но вкатывать на и софт четвертых точно также выбор не слишком большой у команды красных им приходится вкатывать потому что по превосходству они проигрывают они прокатывают дальше мимо маусов и возможно это правильное решение а правильно или нет узнаем чуть позже радиоэктив при этом остался расстреливать маусов возможно набивает урончик а здесь линкс вместе с лани по пускают под фокус пускают на убой просто from from эбиса на си четвертом и его точно убивают 159 очков прочности у него остается здесь радиоэктив воюет в 7710 мне кажется это ошибочка оставлять свою команду где-то там потому что проигрывает уже команда красных очень много по хп мы видим 3000 по фрагам один фраг пока что один потому что лдс уже отправляется в ангар радиоэктива здесь конечно же не хватает саруза отправится в ангар от команды красных скорее всего но лани его не пробивает и линк тут нужно развораживаться сейчас он это делает он этого понимает все круто у команды синих по хп слишком большое преимущество но оно было самого начала насколько я помню лдс а нужно забирать blue planet а blue planet должен сейчас пробивать лдс а он его выцеливает но пока не выдает выстрел а здесь гаем выживает все также blue planet кстати забрал таки лдс а агаем не выживет от выстрела риоты да есть фраги и остаются два иса 4 от команды красных и слишком много танков команды синих и слишком много очков прочности вот так вот тяжеленный сетап очень очень простая тактика взять две точки взять тяжелый сетап и встретить своих соперников все бы так ну по-хорошему да но когда красные вот поехали вкатывать своими и пятами со стороны точки а вот когда они пока маусом стали подъезжать их очень быстро спалили и вот что тебе делать когда противники знают где ты уже хочешь катите надо перестроиться возможно стоило все-таки собраться где-то в кулак всем вместе и вкатить как-то потому что но не получилось у них раскусить вот эту окопы в городе да не получилось и именно поэтому команда хлв выходит вперед именно поэтому команда хлв брала именно эту карту на этот бой но теперь будет пик команды тим айди и вот сейчас тим айди нельзя проигрывать в этом же положении насколько я помню были в финале верхней сетки команда хлв против great white и сейчас они лидируют и они могут взять финал нижней сетки в свою пользу и выйти в гранд-финал да знаем кроме того мы что вчера команда тим айди уже проиграла команде хлв и возможно сейчас для них это реванш который пока что минус мораль когда ты вторую встречу не можешь выиграть возможно это дизмораль но мы не знаем насколько азиатские игроки вообще подвержены дизморали может то что то что азиатские капитаны писали о своих командах они везде писали что для них очень важна теплая атмосфера в команде это важно для них главное играть с удовольствием главное играть с друзьями с близкими людьми которых они уже довольно долго знают друг друга поэтому главное хорошее настроение как и для нас хорошая стрельба и правильный фокус и правильные тактики балтийский щит очень интересная карта это выбор опять же повторюсь команды тим айди которым нельзя проигрывать счет 3 2 до 4 побед если тим айди проигрывает то вылетают из турнира и занимают третье место почетное но не то какое они рассчитывали я так надеюсь все хотят победить потому что это уважение это ты понимаешь что ты лучше всех остальных и конечно же это призовой фонд игроки которые займут первое место сегодня в гранд-финале получат 25 тысяч долларов как бы весьма 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 на команду да неплохо подзаработают так great white пока что ближе всех к этой награде но great white еще в гранд-финале предстоит подтвердить то что они не зря через верхнюю сетку прошли в гранд-финал тим айди их lv удачи обоим коллективом немножечко хочется чтобы тим айди показали все-таки что они собрались на своих картах как побеждали так и побеждают но сейчас очень очень нужно внимательно сыграть балтийский щит смотрим на нашу карту вот она смотрите как сильно она изменилась но а есть те которые как мои родители привет привет не играют в игру и не знают как к к к 3 пик карты тим айди смотрим их сетап в 215 b 2 и са 4 3 t110 е5 и 1 викер слайд хэл в ведут это не их карта смотрим их сетап 2 и са 4 маус т110 е5 2 штучки и 2 викерса обратите внимание легкие танки викерсы берутся всеми фактически участниками всеми командами до и заходят я тебе хочу сказать берутся шеридан и не берутся батчат и не берутся батчат и да но об этом обо всем потом плюс 400 хп за команды красных пока что ни один из коллективов не захватывает точку ни одной из точек но по превосходству хэл в вот чем мне запомнились уже хэл в это тем что они несмотря на ни на какую карту пик их или не их они всегда стараются захватить преимущество по превосходству первыми это очень крутое крутое что качество наверное но иногда это может сыграть злую шутку потому что их соперники все-таки наверное подготовились к этой карте получше хотя компон сейчас мы видим что не подготовился к этой карте уже пол хп он потерял на точке а сбивается команда из синих сбивается хэл в мне нравится что сейчас делают они сбивают точку а они захватили первыми точку c и такое ощущение что это не их пик балтийского щита но нет это пик команды тима иди который теряют просто и со четвертого из 4 пытается взять до сих пор эту взять точку б вот сейчас на хэл в контратака здесь на точке c ребята прикатили свои тяжелые танки из команды красных лорель к пошел под фокус от команды синих по хп уже потерял и 5 по хп все круто у тима иди но . а захвачена только лишь сейчас спустя 100 очков превосходства за командой сих это очень много вкатка пошла от команды красных на хэл в набор сорты на 77 10 его ставят на каток откатывается назад его еще раз стреливают отлично сыграна и возможно у него могут быть проблемы нет все таки он откатывается еще назад лорель ка все-таки забирает его хорош темой тик на тима иди камбек это теперь нужно и хвалить хэл в все было круто в начале но теперь нужно как-то подсобраться потому что 3000 хп это слишком много компон практически шотный где-то там катается на него забили никто его не убивает на точке а воюют средний легкие танки а здесь вкатка от тяжей команды красных на 2 тяжа команда синих по сорты взрывается от команды красных отлично сыграна но теряется радио актив это счет 1-1 по хп все круто у тима иди хэл в наверное перехвалил боосорты пытается убить но сам убивается линк делает минус на нем ариота там где-то воюет против и пятого команды красных blue planet катается тоже без позиции хороший для того чтобы наносить урон по кд своего орудия плюс 2000 хп за команды красных плюс один фраг за команды опять же красных и это 3-2 которые могут совсем скоро превратиться в 3-3 по превосходству кстати все круто у хэл в делается фраг от риоты на плоре олике и саруза шотный у саруза нет очков прочности для того чтобы правильно и хорошо воевать здесь в этом столпотворении тяжелых красных танков нужно забирать сейчас риоте лани но как то сделать когда приехал линк помогать своему союзнику нужно скорее всего две тычки по лани но еще и не успевает е5 довернуть е5 не успевает довернуть для того чтобы выстрелить по 215 нужно давать именно по нему выстрел он не дает ни по кому потому что фокус у команды красных в этом бою получше три танка команды синий остается в живых практически фуловый blue planet по превосходству все круто у команды синий есть минус на компоне очень важный возможно blue planet кстати лани может забирать возможно если пройдет альфа то и пятого и команды синий будет отличная возможность победить но нет выстрела с уроном по лани его по нему еще и стреливаются сверху blue planet сделай бы здесь минус он точно сделать здесь минус но слишком очков прочности много у команды красных слишком много по превосходству возможно получится отыграться точка c перезахватывается команды красных 5 4 за ними два танка команды синий остаются на это два очень быстрых танка и по превосходству все круто и три тяжа здесь могут не успеть хотя нет успеть то они смогут до точки а доехать а вот если будут сбивать катки два танка команды синий кто тогда возможны проблемы команда синий имея 3500 очков минуса превосход минуса преимущества могут здесь выиграть даже вдвоем но нужно лететь га ему очень правильное решение не брать точку б частенько в рандоме вижу когда проигрывает команда по превосходству кто-то пытается забрать точку которая никому не принадлежит это мало что даст нужно сейчас перезахватывать точку а саруза это понимает саруза в засвете у саруза могут быть проблемы нужно как-то сбивать эту точку а нет вот сейчас у команды синих огромные проблемы их очки остановились по превосходству from abyss закатывается к там в корму точку c контрит лдс лдс а могут быть проблемы from abyss может убивать лдс а совсем один в один нам нужно сейчас посмотреть что там мы будет делать и from abyss а саруза пока вот-вот вот она вкатка но выстрел к от лдс у заходит по from abyss и теперь это вытащить будет очень очень сложно хотя по кд орудия быстрее все таки лдс ну нужен фугас нет фугаса лдс забирает своего соперника на скелет лично сыграно у саруза огромные проблемы это все-таки победа команды team айди это 33 вот это команды так капитан до конца сражения напомню что хэлвэ у нас в общем-то игроки из японии из различных кланов для этого турнира они собрались вместе очень хотят побеждать но team айди тоже непростые ребята они отдали они сейчас победу своим противникам 3-3 счет это значит что в следующей катке решится судьба этого матча и мы узнаем какая команда сразиться с нашими потрясающими great white в гранд-финале blitz cup asia это прекрасные бои команды берут просто свои карты которые пикают те они побеждают вот подготовились молодцы готовились подготовились мне это очень нравится и до 4 побед а теперь будет карта которая никто ее не пикал она просто осталась из пула карт карта будет жемчужный город который ты уже вспоминала где было очень много тяжей и где команда хэлвэ уже показала по моему они выиграли на жемчужном городе я не уверен против great white может проиграли но в общем-то это не важно потому что этот матч который будет этот бой который будет это бой жизни и смерти я бы так назвала жизни и смерти будет после этого боя между нами нервничаешь конечно я уже нервничаю уже начинают это вот ручки на сенсоре надо будет играть ладно все сейчас мы узнаем второго гранд-финалиста blitz asia cup огромный привет нашим зрителям привет в чат много очень сообщений от модераторов что нужно делать чтобы получить награды спасибо огромное модератором направляйте людей туда куда где они получат награды смотрим собственно визитку жемчужного города она уже подготовилась к твоему тоже не изменилось это карта я думаю да как и все удачи коллектива пусть побеждать сильнейший два иса четвертых три мауса и два вз 113 одни тяжелые танки выставляет тима идти на карте жемчужный город счет 33 у хлв мы видим два иса четвертых два кран вана два мауса и т22 средний более тяжелый сетап снова у тима идти более легкий сетап у команды хлв но в любом случае обоих коллективов хватает тяжей маусы конечно это то что любит тортик кстати я вот не знаю за что именно потом нужно будет поговорить просто забрали маус долго живет понимаешь когда тебя фокусят тебе хочется пожить подольше когда на маусе в мауса стреляют киберспорт смены то не всегда я понимаю но тем не менее тем не менее у ассорте здесь от башни неплохая позиция у него точка а захвачена командой синих они лидируют по превосходству но две точки могут быть у команды красных нужно посмотреть что там на точке б будут ли сбивать команды синих тех кто находится на точке б пока что у них это вроде бы как получается да есть выстрелы по маусом по плоре алики по лдс у скорее всего и радио активу вот они три красавцы стоят на точке б пытаются захватить ее вроде бы как получается но совсем чуть-чуть еще еще совсем чуть-чуть но нет сбивается команда синих да ладно сбивается полностью маус и вот сейчас мы возможно опустили просто руки нужно стоять до конца или откат на нет team айди это ошибище нужно я не знаю это очень рискованно в финальном в гранд финальном для себя матче просто вот так вот вкатить на точку б и при этом не захватить ее откатиться назад это очень плохо для коллектива из красного угла ринга для того чтобы победить в этом бою нужно придумать что-то нереальное не проигрывают по превосходству они проигрывают 4000 очков прочности это очень много но давайте не будем их хоронить прежде временно все-таки возможно бой укладочка или очень крутой фокус или непробитие от хлв помогут команде team айди перевернуть этот бой в свою пользу пока что получает по себе ребята из команды красных все больше и больше и тот самый плоре алика уже остается без очков прочности team айдишникам нужно где-то контратаковать где непонятно очень тяжелый сетап у команды синих также как у команды красных но сейчас преимущество по хп слишком большое лани в засвете компон пока не засветены все четвертом они ждут кого-то справа но здесь никого нет справа у команды синих кроме среднего танка мы по миникарте видим его но пока что не видим на своих экранах команда синих контратакует и правильно делает на плоре алику на маусов которых уже откусили минус аруза на 32 среднем тот самый средний танк отправляется в ангар у команды синих но преимущество по хп 5000 это очень много минус лдс и будет минус плоре алика и мы здесь будем просто хоронить команду тим айди к сожалению на этих же на этом жемчужном городе плоре алика кстати живет до сих пор from и без дозаряжи дозарядил свой второй снаряд остался у него один на своем кранване радиоактив отправится в ангар секунды на секунду 23 хп у него всего лишь остается и энджой соло здесь фуловый на маусе захватывает точку b еще и расстреливается соперников хелве сыграли просто без риска и победили в этом бою и мы снова увидим хелве играет в гранд-финале это доказывает то что хелве достойный гранд-финала достойны были финалом верхней сетки тим айди к сожалению их болельщиков к сожалению себя для себя проигрывают в этом противостоянии и занимает третье место 7000 долларов клановая аватарка эмблема почет уважение болельщиков и тортику нравится многому да да но к сожалению ошибочку ошибочку допустили ребята все-таки лари алика вкатила безжалостно просто в эту бы ну конечно зацеливать надо если уж вы отправляете такого человека но тяжело зацеливать тяжей которые попались в городе ну то есть такое такое себе опять таки когда ну давайте еще раз поздравим команду хелве сейчас буквально вот через я думаю минут 20 мы увидим их в гранд-финале вместе с командой great white надеюсь мы правильно читаем второе слово название команды поздравляем их круто сыграно победили они второй раз команду тим айди в этом турнире в турнире в нашем чемпионате блицей же cup молодцы вот когда обычно русские команды играют но когда командыру сервера играют жемчужный город вкатывают на точку б ребята все-таки гораздо быстрее это то же самое как было в прошлом бою на карте или ломейн если не ошибаюсь гораздо но если ты хочешь взять вторую точку ты же должен понимать что ее хотят обе команды и тебе надо как-то побыстрее это делать а тут они очень долго думали в это время противники уже взяли точку в городе уже зацелили бы перетянулись это уже все как бы зачем уже зачем ты вкатываешь то есть поэтому у нас наши наши команды предпочитают играть быстрее они берут сета побыстрее и быстрее в эту точку б вкатывает да мы видели уже и там и леопарды приезжали на эту точку б и батчат и боги они не маусы они не могут затанчить но они могут быстрее туда приехать в общем-то различия в регионах это круто давай послушаем что же скажут наши настоящие аналитики на эту встречу привет ребята как вам как вам блин напряженно напряженно очень интересно было наблюдать счет 4 3 это то чего мы так ждали так ждали собственно порадовали коллективы этим вам будет много чего сказать я думаю и вам в общем-то слово дробласт нефодий однозначно начнем с первого боя на карте виноградники играли коллективы и собственно два викирса очень часто вы заметили наверное что берут ребята из команды hlb и собственно они этими викирсами стараться отыгрывать максимально охватывая всю карту за свет по центру давал один викирс второй захватывал точку но но команде собственно и чтобы не хватило наверное нервов так сказать чтобы не сорваться и не вкатить они стали закатывать потому что это вынудило их команда соперников тим айди захватив точку в городе точечку c заставили вкатывать команду соперников и очень долго перетягивала свои танки команда хастала виста и собственно им не удалось не удалось собрать свои силы в один танковый кулак и переиграть своих соперников собственно по превосходству эта точка в городе приносила нещадно очки превосходства и команда тим айди забирает первую карту молодцы там было красиво сыграно да там вот этот последний оставшийся игрок просто красавчик все правильно принципе сделал заселился и собственно для себя заработал первую победу которая была очень важна этой команды карта форд на самом деле меня сильно удивило как и собственно мефодии я думаю многих зрителей почему потому что все обычно привыкли что карта форд у нас играется через точку а б отправляется у нас танки в угол отправляется танки в центр и дальше уже просто происходит какая-то драка борьба за точку б ну и все такое то есть птр у нас же команда синих это команда речил винт с нижнего респа которая стартовала решила сыграть через точку c вот неожиданные и нестандартные вот это было решение забрали не точку c и казалось бы у них все хорошо можно просто стоять но как и предполагаю не видимо побоялись что их трех маусах просто зажмут с двух сторон и в итоге команда красных начнет захватывать точку б я напомню что к тому моменту они еще и а захватили и могли попытаться как-то все-таки выйти вперед по превосходству наверное из-за этого аж и челки вы выехали просто их уничтожать просто они период на них поехали при том что них было преимущество по превосходству и в итоге закончилось это все тем как мы видели тимой ди их просто приняло нет наоборот а прошу прощения вот прямо сейчас мы это видим этим айди имея преимущество по превосходству решает поехать вперед ну а и человек уже имея преимущество в позициях скажем так они просто организовали более менее грамотную приемку, ну и, собственно, реализовали это самая преимущественная позиция. Да, действительно, дальше стоило лишь принять команде и Шелуи, что они успешно и сделали. Непонятен совершенно был в кат от Team ID, возможно, предположить, что они хотели не дать соперникам встать в точку B, вот, и как бы, ну, сработали на опережение, но это неоправданно было, очень неоправданно. Перейдем к третьему бою. Очень, кстати, еще интересно, я тебя немножечко перебью, не хочу тебе давать слово, потому что похожая ситуация у нас наблюдалась на Малиновке, но уже в исполнении команды и Шелуи. Вот Артик правильно заметил, я полностью с ним согласен, у них есть преимущество по превосходству, они захватили точку, которая находится в поле, и можно было бы сделать какую-то приемку, они решили закатываться чем-то. Если они закатывают, по идее, правильным решением будет закатить именно всей толпой в угол карты. На саму мельницу. И уже здесь, собственно, уничтожить своих соперников, получить преимущество по, не только по очкам, но еще и по позициям. Вместо этого HLV решили перезахватить точку B, на это они, соответственно, потратили время. Дальше, ну, вроде бы неплохо они боролись на мельнице, но красные, как мы уже убедились, эту пристрелку выиграли, и бой тоже завершился в их пользу. Да, действительно, наблюдаются вот такие отчаянные вкатки, стараются как будто бы теперь команды из Азии играть агрессивнее, все-таки им нужно рисковать, только так можно постараться обыграть своих соперников в топ-4, приходится идти на риск. Но отлично без риска была сыграна карта Горящие пески, я думаю, все оценили там действия Викерса, он просто сделал этот бой на Горячих песках. Обратите внимание, что на Горячих песках Викерс не брал точку C, он стоит там и отстреливает соперников, хотя я бы на его месте, честно, стал бы захватывать точку C, вон фром Эбис кататься там и пробовать что-то отстреливать. Мог бы захватить C, но ждал момента, когда приехать и помочь своему союзнику на точке B, и он, собственно, успешно это сделал, приехал, забрал танк на точке B и подключился в эту драку на точке A. Да, Team ID вроде неплохо закатились, сделали первые минусы, но убивать CJ по фокусу достаточно долго, в отличие от ДПМ-ного Викерса, который может менять свою позицию очень быстро. Вот посмотрите, он скатался на один флаг, скатался на другой и всегда напрягал своих соперников, это важнее всего. Развернуть стволы на себя, дать своим тяжелым танкам играть, и, собственно, это принесло успех в команде HLV на карте «Горящие пески». Еще вот у нас была очень интересная карта под названием New Bay. Не так уж и давно она появилась у нас вообще в турнирах, и вот что ты по поводу этой карты сказал бы? Ой, ну New Bay — это карта, на которой играются частенько тяжелые сетапы, и здесь мы увидели максимально тяжелые сетапы. Все-таки, все-таки рисково было играть команде HLV в две точки в городе, B и C, они рискнули сыграть. Мне кажется, здесь небольшая оплошность от команды Team ID. Они не дали почти что отстрела по прокатке, только бы от сорта выхватил одну тычку. Если бы E5 команда Team ID допустила на мосты, они могли бы отличнейшим образом отстрелять. Плюс нужно было добавить танки к LDS вот здесь на маусе, и тогда бы еще был больше отстрел по танкам соперников. Такая стратегия могла быть ожидаема, и, к сожалению, Team ID не прочитали, не прочитали здесь соперников своих, не были готовы, и это принесло успех команде HLV. Красавцы, парни рискнули, и получилось. Просто приняли дальше здесь спокойно. Наверное, самым интересным боем для меня вот в этом противостоянии была именно карта Балтийский щит. Почему? Потому что сначала вот старые зрители, да, которые смотрят все наши трансляции турниров, а мои тоже стримы, они помнят. Помнят они заготовку, которую у нас показала Team ID с Е5, которые стали просто в угол на стороне точки С, и как бы стояли там, ждали своего момента. Такое нам показывала, по-моему, команда из Вентура, если мне не изменяет память, они там про джет оставляли двух, и потом они ими просто взяли и контратаковали точку С. Здесь же у нас этот план не сработал, но, тем не менее, все равно удалось команде Красных каким-то образом прогнать своих соперников с точки С, и мне кажется, это потому, что, опять же, у команды HLV есть два Виккерса. Два Виккерса, да, они могут кататься по точкам, захватывать их, работать с дальнего расстояния, что они, собственно, и делали, но в итоге из-за того, что этой команде просто не хватило мяса для приемки, они были вынуждены покинуть точку С, отдать команде Team ID эту часть карты, и, как мы видим, все, что им осталось, это просто перепушить своих оппонентов, перезахватить точку А, и даже несмотря на то, что была неплохая здесь попытка от одного из ЛТ-водов у синей команды перезахватить точку С, все равно им это сделать не удалось, и в итоге все у нас завершилось на последней карте Жемчужный город. Да, действительно, Жемчужный город стал решающей картой для данных двух коллективов, и это просто было эпично. Я сидел и немножко был в шоке от закатки команды Team ID. Да, заготовочка от них была, три мауса, они хотели встать на B, захватить ее, но здесь нужно просто поаплодировать команде HLV, какой отстрел красивейший они дали по точке B. Посмотрите внимательно на позиции танков около Стеллы и в городе. Команда Синих готова была принимать точку B. Да, точка А захвачена, и команде Team ID ничего не остается, кроме как захватывать точку C и точку B. И три мауса не смогли взять эту точку, все, просадка по ХП, посмотрите, какая сейчас пойдет. Две тысячи разницы была, откатили, и уже четыре тысячи разницы по ХП. Команда HLV, собственно, воспользовалась этим преимуществом по ХП, немножко перегруппировались парни и могли перекатывать спокойно, получив изначальное преимущество в бою. Вот и все, собственно. Стоит здесь еще отметить, что мы на самом деле что-то похожее уже видели с захватом точки B на маусах, так делала у нас команда Gucci Gang Team. Поэтому, опять же, для нас это не то чтобы сюрприз. Но здесь, как уже сказал только что в Мефодии, проблема в том, что ребят точку так и не захватили и просто взяли, потеряли ХП. Как бы после этого момента уже исход матча был более-менее понятен. Да, поздравляем команду HLV с красивой игрой и с победой, увидим их в гранд-финале. Посмотрим, удастся ли им сегодня забрать первое место или же вообще как будет складываться. Ситуация будет интересненько. Ну, а нас с вами ожидает еще много чего интересного, поэтому давайте снова дадим слово нашим замечательным